Оставь вот сюда, вот на это место, вот сюда, чтобы он был немножко под углом. Это уже не первый мастер-класс пианиста Рувима Островского в Видновской детской школе искусств. Профессор Московской государственной консерватории приезжает в образовательное учреждение в рамках программы «Юрий Башмет молодым дарованием России» и помогает юным музыкантам справляться с техническими трудностями, а иногда и по-новому смотреть на хорошо известное произведение. Обращаю внимание на профессиональные какие-то, может быть, иногда кажущиеся догматичными вещи, ну, порядок во всем, да, какая-то дисциплина и в голове, и в руках, и в ушах, понимание того, что человек играет. Ученица четвертого класса Анастасия Васильева на мастер-классе исполняла прелюдию Сергея Рахманинова и этюд Машковского. Очень часто родители настаивают на обучении детей в музыкальной школе, но в случае Насти Васильевой инициатором была она. Девочка очень хотела учиться музыке и инструмент выбрала сама. «Я до специальности еще занималась сольфеджио и хором, была на хоровом отделении. И чтобы выполнять сольфеджио, мне нужно было фортепено. Мне был маленький синтезатор. Я на нем подбирала всякие отрывки. Например, я подобрала отрывок из балета Петра Ильича Чайковского». Педагоги музыкальной школы отмечают, что такие занятия своего рода – курсы повышения квалификации, как для самих преподавателей, так и для учеников. Во-первых, для ученика это определенный опыт в исполнительстве, который особенно полезен для детей, которые в дальнейшем поступают в высшие учебные заведения. В мастер-классе по фортепиано приняли участие семь воспитанников школ искусств со всего Подмосковья. Интерес к таким занятиям огромен. Число желающих посетить уроки прославленных педагогов увеличивается с каждым днем. Ведь иногда такой свежий взгляд профессионала может решить судьбу. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.